24 ноября 1873 года в Петербурге состоялась торжественная церемония открытия памятника Екатерине II к столетию ее вошедствия на престол. Под грохот пушек Петропавловской крепости и колокольный звон перед собравшимися предстала бронзовая фигура императрицы, а у ее ног, вокруг пьедестала, девять сподвижников, прославивших ее царствование. Среди них и фигура Гаврилы Державина. Гаврила Романович Державин – видный деятель эпохи правления императрицы, политик высочайшего уровня. Много сил им было затрачено на подъем культурного уровня и образования в Русской империи, а также поиск одаренных детей и воспитание из них патриотов Отечества. Пройдя путь от солдата до министра финансов, Гаврила Державин очень хорошо понимал нужды и недостатки простых людей, поэтому старался внедрять в русской глубинке обучение, приобщал местных людей к искусству. Но бессмертным в веках стал не Державин чиновник, статс-секретарь, сенатор, министр, а Державин – поэт. В историю русской литературы и культуры Державин вписал свое имя прежде всего своим литературным талантом. «Мы имеем в Державине великого, гениального русского поэта, который был верным эхом жизни русского народа, верным отголоском века Екатерины II», – писал Виссарион Беринский. Именно с Державина началась русская лирика. Впервые в русской поэзии высокий ломоносовский стих был заменен ясным, народным, понятным языком. Впервые содержанием стихотворения стали мысли, чувства, переживания лирического героя. Именно творчество Державина проложило дорогу Пушкину и Лермонтову. Старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил. В ноябре 1754 года отец Державина скончался, оставив семью почти без всяких средств. Вдова его не в состоянии была заплатить даже 15 рублей долга, оставшегося после мужа. Кроме того, у него на руках очутилась тяжба с соседом из-за клочка родовой собственности, причинявшей семье много горя. Фекле Андреевне приходилось выносить хлопоты и унижения, посещаясь детьми судей. Эти ранние примеры людской несправедливости и жестокосердия сильно запали во впечатлительную и восприимчивую душу Гавриила Романовича. Он всю свою жизнь не мог смотреть равнодушно на несправедливость, особенно на притеснение вдов и сирот. Ваш долг спасать от бед невинных, несчастливым подать покров, от сильных защищать бессильных, исторгнуть бедных языков. Писал сам Державин. С 1779 он избрал свой особый путь. Строгие правила ломоносовской поэзии больше не сковывали его творчество. Художественное открытие Державина – соединение в одном тексте слов высокого и низкого стиля, приближение поэтического языка к привычному разговорному. Таким образом, Державин завершил и разрушил созданное Ломоносовым в русской литературе. С этого момента и до 1791 основным жанром, в котором Державин работал и добился наибольших успехов, стала «Ода» – торжественное стихотворение, посвященное какому-нибудь историческому событию или герою. Державин даже сумел преобразовать этот традиционный жанр и вдохнуть в него совершенно новую жизнь. Произведения, сделавшие Державина знаменитым, такие как «Ода на смерть князя Мещерского», «Ода к Фелице», «Бог», «Водопад» были написаны непривычным для того времени языком, но понятным и вполне объяснимым для сегодняшнего читателя. После участия в подавлении Пугачевского восстания Державин становится сенатором, затем назначается губернатором в Тамбов, позже – личным секретарем Екатерины II. Императрица приблизила его после того, как поэт написал «Оду Фелица», где воспел добродетели некой киргизской садской царевны, в которой Екатерина узнала себя. Императрица нашла оригинальный способ отблагодарить поэта. Она пожаловала ему золотую табакерку, полную золотых червонцев, и ввела его в высший свет. Произведение, воспевающее Екатерину II в образе Фелицы, было настолько непривычным, что поэт долго не решался его опубликовать. Когда Ода увидела свет, взволнованный Державин ожидал неприятностей. Последствия оказались совсем иными. Расстроганная императрица плакала, слушая Оду. Фелица поразила не только Екатерину, но и все образованное общество. Новизна ее была очевидна. Императрица восхвалялась в Оде прежде всего за свои человеческие качества – простоту, милосердие, просвещенность, скромность, а не за государственные заслуги, или вернее именно эти душевные достоинства, и оказались под Державинским пером главными качествами настоящей государыни. Поразила читателей и непривычная форма Оды. Обращения к императрице граничили с отступлениями, описывавшими жизнь самого поэта. Ситуация для традиционной Оды неслыханная. К Державину пришла известность. О Державине заговорили. Державину принадлежит целый цикл ОД, посвященных императрице Екатерине II. Это Фелица, Ведение Мурзы, Благодарность Фелице, Изображение Фелицы, Кантата, Развалины, а также менее известные широкому кругу читателей Оды на Маскарад, Ода Екатерине II, Песнь Екатерине Великой, Приношение Монархине, Победа Красоты, Надгробная императрица Екатерине II, Эпитафия Екатерине II. В своих стихотворениях Державин превозносит Екатерину II как идеал правящего монарха. Табакерка, полная золотых червонцев, была только частью благодарности императрице, можно сказать, сувенир. Такого просвещенного и преданного человека императрица тут же постаралась пристроить к делу, почетному и важному. В 1784 году он получил должность правителя Олонницкой губернии, то есть губернатора. Державин стремился раскрыть злоупотребление властей и в результате постоянно ссорился с наместниками. Однажды перессорившийся там со всем дворянством, Державин умчался обратно в столицу поближе к своей покровительнице. Екатерина дала ему второй шанс. Поставила правителем Тамбовской губернии в 1785 году. Скандал и тут был неминуем. Державин требовал честной службы, наказывал за взятки, ссорился с нужными людьми и в 1788 году даже попал под суд за превышение власти и дерзость. Но Екатерина его в обиду не дала и в 1791 году сделала своим кабинет секретарем, то есть личным секретарем. Эта служба далась им обоим нелегко. Если между ними возникало противоречие, он делался несговорчив. Она теряла терпение и прогоняла его. На другой день, в положенный час, он являлся. На докладах Екатерина нервничала, он тоже. Споры так были горячи, что однажды Державин накричал на нее, выбронил и, схватив за край мантильи, дернул. Екатерина все же продолжала терпеть Державина, хотя он огорчал ее не только резкостью. Больше всего она досадовала, что после первых восторженных, посвященных ей стихов, Державин больше никогда ее так не воспевал, искренно и тепло, будто она и в самом деле была живым воплощением идеала. Однако искренность эта была связана как раз с тем, что Державин совсем не так уж хорошо знал императрицу, когда писал о ней восторженные стихи, а узнав поближе, уже не мог хвалить так легко и от души. Государыня больше не виделась ему примером для подражания. В его представлении она уже не была образцом обаяния, ума, справедливости и милосердия. Именно поэтому Державин перестал посвящать императрице свой поэтический дар. Он и дал ей в том свое слово, но не мог он воздержать по причине разных придворных каверс, коими его беспрестанно раздражали. Не мог он так воспламенить своего духа, чтобы поддерживать свой высокий прежний идеал, когда вблизи увидел подлинник человеческий с великими слабостями. Екатерина намекала, что хотела бы получить еще хороших стихов про себя. На это Державин со всею своей неучтивостью отвечал знаменитым четверостишьем на птичку. Поймали птичку-голосисту, Ину сжимать ее рукой, Пищит бедняжка вместо свисту, А ей твердят «Пой, птичка, пой!». Четверостишье на птичку написано в 1792 или 1793 году. Это стихотворение совсем не о природе и бережном отношении к ней. В этих пронзительных строках речь идет о свободе. Через образ птички раскрывается ценность свободы для всего живого на земле. Именно свобода дороже всего как для птички, так и для человека. В клетке птичка никогда не будет петь, она лишается голоса, ведь настоящая, вольная, счастливая жизнь для нее заканчивается. В данном случае поэт прибегает к приему аллегории. Птичка символизирует человека. Аллегория — это конкретное изображение предмета или явление действительности, заменяющее абстрактное понятие или мысль. Если жизнерадостного, свободного человека насильно заставляют петь, проявлять свое творческое дарование, то сама жизнь перестанет добавлять ему удовольствия, а он сам превратится в неинтересное и безвольное существо, утратит творческую индивидуальность. Свободный человек не может быть искренним и вдохновенным в неволе. Только свобода выбора помогает раскрыться творческим способностям. Обратимся к нескольким стихотворениям Державина. В 1779 году был перестроен Сенат, а особливо зала общего собрания, украшенная репными барельефами. Между прочими фигурами была изображена скульптором Рашетом Истина Нагая, и стоял тот барельеф к лицу сенаторов, присутствующих за столом. Когда изготовлена была та зала, и генерал-прокурор князь Вяземский осматривал оную, то, увидев обнаженную истину, сказал экзекутору, «Вели ее брат несколько прикрыть». И подлинно с тех пор стали отчасу более прикрывать правду в правительстве. Это воспоминание Державина как нельзя лучше говорит о том, что побуждало его писать стихотворения, подобные оде властителям и судьям. В ней царит обличительный пафос, поэт гневно осуждает пороки сильных мира сего, слышит молитвы обездоленных и угнетенных и предвещает божью кару их обидчикам. Стихотворение Державина является переложением 81-го библейского псалма царя Давида. Мы видим, что в псалме автор обращается к небесным богам. Державин же в своих обращениях под нечестивыми богами подразумевает земных властителей, которых судит Всевышний Бог. Стихотворению свойственны высокий слог и ораторские декламационные интонации. Обратите внимание на нарастающее к концу стихотворения количество восклицательных знаков. «Гневная ода» — так Державин определил жанр этого стихотворения. Возмущение при виде несправедливости, невозможность примириться с нарушениями законов — основные темы этой оды. В глазах Державина власть земных властителей незаконна, ведь все подчинены Всевышнему Богу и равны в своей беспомощности перед неминуемой смертью. Державин наставляет правителей. Это было свойственно эпохе посвящения, когда писатели считали главным своим долгом поучать тех, кто стоял у власти. Поэт почти угрожает властителям. «И вы, подобно так, умрете, как ваш последний раб умрет». Смерть — один из важнейших философских мотивов в творчестве Державина. Философские мотивы у него не выстроены в конкретную систему, а возникают спонтанно из логики образа. К философии повседневности можно отнести мотивы стихотворений, в которых говорится о стремлении к духовному равновесию и добродетели, следовании правилу золотой середины, сочетании поэтических и прозаических радостей жизни. Во всем этом Державин видел подлинные жизненные ценности. Также у него много рассуждений о смысле жизни, бессмертии и боге. Эти вечные темы проникнуты у Гавриила Романовича глубоким личным чувством. Гордо веря в бессмертие своей поэзии, он писал в одном из стихотворений «А я пиит и не умру». Бессмертие, по мысли Державина, дано не властителям и судеям, а поэтам, о чем и написано Ода-памятник. Ее первоначальное название – «К музе, подражание Горацию». Державин отсылает нас коде древнеримского поэта Горация – Кмельпомене, в которой тот рассказывает о своих поэтических достижениях, нововведениях, о том, почему его имя должно сохраниться в веках. Об этом же и стихотворение Гавриила Державина. В нем он подводит итоги своего творчества, несмотря на то, что впереди у него еще около 20 лет литературной деятельности. Как и Горации, наш поэт создал себе своими произведениями нерукотворный памятник. Потом на эту же тему напишут стихотворения многие поэты, начиная от Пушкина и заканчивая современными авторами. Сопоставим первые строки стихотворений Горация и Державина. Оба автора говорят о чрезвычайной прочности поэтического памятника. Поэзия в этих одах возвышается над самой природой, даже времени она не подвластна. Тема бессмертия поэта отражена в следующих словах Горация «Нет, не весь я умру, лучшая часть меня избежит похорон». И в словах Державина «Так, весь я не умру, но часть меня большая, от Лена убежав, по смерти станет жить». Аналогичным образом можно сопоставить и остальные строки стихотворений. Вообще, тему поэта и поэзии Державин затрагивал во многих произведениях, например, таких как «Признание», «На птичку», «Река времен в своем стремлении». Обратим внимание на предпоследнюю страфу Державинского текста. Он упоминает здесь одни из главных своих произведений – «Оду бог» и «Оду сатиру» Фелица, с которой началась его настоящая слава. Дерзость Державина проявилась в отступлении от норм классицизма. Эти нормы предполагали, что в «Оде» поэт должен в патетическом тоне прославлять государственных деятелей. Державин же писал в «Фелице» о Екатерине II забавным русским слогом – весело и непринужденно, говоря не о подвигах и величии монаршей особы, а о ее человеческих достоинствах. Такое смещение акцентов дало возможность Державину раскрыть в тексте и свою личность, рассказать о собственных мыслях и чувствах. Державин совершил настоящий бунт в царстве жанров. В своих стихотворениях он скрещивает просторечия с высокими выражениями, объединяет адический жанр и стиль с сатирическим, высокое с низким. Это оживляет поэзию, наделяет ее большей выразительностью. Свою поэтическую заслугу Державин видел в том, что говорил правду и народу, и царям. Он – новатор русского языка, придавший ему естественность и простоту, приблизивший содержание поэзии к жизни и открывший перед ней новые горизонты. Продолжение следует...